Придать девушке оригинальности, исполнить мечту или исправить недочеты своих предшественников – это и многое другое под силу парикмахеру Елене Варабкаловой. Свой профессиональный праздник мастер по обыкновению проводит на рабочем месте. Считается, что первые профессиональные цирюльники появились в Древнем Египте. Мастера наводили красоту фараоном, красили и стригли волосы, сооружали сложные прически. Тем же занимаются парикмахеры и сейчас, спустя тысячи лет. Только инструменты, материалы и модные тенденции немного изменились. Елена Варабкалова старается идти в ногу со временем и рада смелым идеям своих клиентов. Была очень интересная работа. Девушка показала фотографию, где были красно-оранжевые корни, то есть красивый переход от корней к концам. И было очень красивое окрашивание. Девушке очень понравилось. Хотя Елена признается, был страх, что не получится. Но шесть лет стажа в профессии придали уверенности. На счету парикмахера десятки мастер-классов от коллег по цеху, на которых девушка освоила технику выполнения разных видов причесок, плетения, способов окрашивания и стрижки волос. Знает, как делать ботокс и полировку. И это, заверяет Елена, далеко не предел. В нашей профессии постоянно нужны новые знания, новое вдохновение. Поэтому всегда езжу, куда-то обучаюсь. Около 70 тысяч парикмахерских работает сегодня по всей России. А виртуозов расчески и ножниц в три раза больше. Но настоящая удача среди этого многообразия найти своего мастера, который будет понимать полуслова. Анна Клыга, Игорь Антонов, Телемикс.